наконец-то мы сняли этот обзор шути за велик артём катается на карбоновом шоссере и рекламирует всем импульс да ну ладно это мы вырежем всем привет меня зовут дмитрий меня зовут артёмка и мы очень рады вас видеть на канале вилон очень рады и сегодня мы поговорим про один из самых бюджетных шоссейных велосипедов forward impulse давайте вернемся к нашей старой доброй рубрики это будет велоболталка и сегодня мы поговорим стоит ли покупать и стоит ли связываться с таким бюджетным велосипедом от компании forward дима ну начнем первое как обычно это рама вилка здесь она алюминиевая 6061 немножечко тяжеловатая на мой взгляд как бы уже современные тенденции диктуют что надо хотя бы карбоновая вилка была ну наверное да но опять же такой велосипед покупает человек ну это первый скорее всего шоссер поэтому в принципе если отмотать время назад и ну алюминиевая рама когда-то это было круто это было классно сегодня это доступно в бюджетном сегменте ну да с тобой согласен относительно легкий ну поэтому рама и вилка в этом велосипеде в принципе нормально то есть ну тут можно поставить плюс этому велосипеду теперь давайте перейдем к нашим колесам что здесь за колеса установлены сразу хочу поговорить здесь покрышки стоят 20 пятка да но 25 миллиметров ширина но можно спокойно поставить 28 резину если вам просто для обычной езды то есть она будет лучше ну на мой взгляд двойные алюминиевые обода это тоже хорошо следующее здесь нацепные подшипники проще уже некуда в этой втулке втулки и следующее здесь самый жирный минус это трещотка я бы менял прям сразу в магазине но я с тобой практически согласен единственное исключение если вы мало весите и вы планируете кататься по хорошей дороге на небольшие расстояния и вы даже не знаете будете ли вы кататься на длительные поездки то соответственно трещотку можно оставить но лучше поменять и на кассету раму с вилкой мы обсудили про колеса вкратце мы поговорили теперь давай перейдем к нашей трансмиссии дима сразу хочу тебя спросить как у бывшего велогонщика сейчас активно тренируешься занимаешься да в этом в этой тематике хотел задать себе такой вопрос турней на шоссейном велосипеде он вообще откуда взялся это был да действительно очень интересный классный вопрос просто все производители шоссейных велосипедов стремятся всегда к лучшему и раньше да можно сказать что все шоссеры завидовали владельцам горных велосипедов у них была такая классная линейка как турней и наконец-то производитель шимана за что им огромное спасибо сделали хорошую линейку и в шоссе то есть они переместили линейку турней из горного в шоссе немножко их доработали ну и получилось принципе неплохо да получилось принципе неплохо дабл спереди 7 сзади зачетно принципе для обычного даже как для меня этого диапазона хватает выше крыши спереди огромная звезда на 50 чтобы поддерживать 60 плюс по трассе да и маленькая где кататься там можно даже в лесопарке где-нибудь под горочку вкрутить ничего такого плохого не вижу она хорошо настраивается но долго держит настройку и все как сказать более менее бюджетно довольно даже бюджетно но в принципе если оставить все шутки то это трансмиссия действительно работает то есть ручки будут свою функцию выполнять задний переключатель тоже единственно слабое место это трещотка но в принципе покупает этот велосипед если вы поменяете еще его и на на кассету то у вас получится в принципе даже классный велосипед рабочий на котором уже можно даже какие-то бреветики катать бреветики можно принципе уже катать но не на трещотке трещотки в комментариях если вы накатаетесь на трещотке длинные дистанции как она себя чувствует ну либо наоборот напишите можно не кататься либо нельзя напоследок еще поговорим немножко про отдельные комплектующие которые мы не упомянули ну давай про обмотку говорим Артем как тебе вот такая вот обмотка такое цветовое решение цветовое решение как бы по ощущениям нормально тебе нравится пробковое дерево как под пробковую эту обмотку на всех бюджетных велосипедах она стоит но все катаются никто не жалуется я тоже не буду что ты скажешь про седло ну седло не знаю я бы поменял бы потому что мне она немножко неудобно хорошо идем дальше покрышки покрышки эти никогда в жизни не сносятся только если на станке крутить тогда там все стирается система разборная да да система здесь разборная каретка будет на пром подшипниках ну уже такое уже более-менее нормально прокачанная рулевая будет на обычных шарах педалей до дома хватит доехать только до дома потом что ставим хорошо ладно мы поговорили немножко осветили этот велосипед это неплохой на самом деле шоссер вот скажи Артем твое мнение для первого шоссера вот если человек смотрит какое-то видео да он думает выбрать шоссеру не хочет покупать велосипед там за две-три тысячи долларов или там дороже он хочет купить самый простой шоссер ну так чтобы он не разваливался и ну попробовать на нем поездить какие-то даже длительные дистанции этот велик порекомендовал бы Дмитрий у меня первый велосипед был примерно такой же вот по всем комплектующим по всему по навеске по тех характеристикам был именно такой катал я на нем 200 километров никаких проблем не знал вот поэтому рекомендую как для первого если вы не захотите вообще не за что переплачивать так и есть да ни за что не переплачиваете но попробовать себя в шоссе на шоссе либо хотя бы просто кататься как бы почувствовать что он немножечко легче и лучше на кате стиль по городу да там на работу с работы то я очень его советую потому что сам с этого начинал спасибо я надеюсь людям было приятно посмотреть кто-то действительно после вот этого видео решился приобрести этот велик кто-то наоборот передумал его покупать тут в принципе дело каждого но от себя добавил да что это хороший простой надежный шоссейник ну наверное конкурентов практически у него сейчас и нету по крайней мере на белорусском рынке я сказал бы одним словом надежный дешевый бюджетный всем спасибо за просмотр ставим лайки напишите в комментариях купили были вы себе такой велосипед подписывайтесь на наш канал до новых встреч и жми обязательно колокольчик проверим